Я могу сказать, что вторичная операция это всегда квест. Что такое квест? Это задача, которую нужно решать. Это не такая задача, которую ты всегда можешь решить сходу. Это всегда задача, которая требует знания различных путей решения и за счет этого она сложная. Когда ты входишь в любую вторичную операцию, ты не знаешь, что внутри. Если идя на первичную операцию, ты, как правило, понимаешь приблизительный алгоритм решения заранее, то вторичка часто дает тебе выбор именно на столе. Я зачастую, идя в операционную, делая вторичные операции, не знаю ответа, как я до конца решу эту задачу, пока я не начну ее решать. И я, естественно, должен обладать гораздо большим опытом для решения вторичных задач именно в этой области. именно в этой области, именно во вторичках. Поэтому человек, который оперирует, который делает много вторичных операций, он, как правило, должен быть специалистом именно в этом, в том числе. Потому что я делаю прямо много первичных операций, но не делая вторичных я не буду знать такого количества ответов на те вопросы, которые там внутри. А внутри вопросы совершенно другие. Ты, когда входишь в первичную, ты точно знаешь, что у тебя все структуры сохранены. Как правило, в подавляющем большинстве случаев, когда ты решаешь вторичную проблему, то ты не знаешь вообще, есть ли там эти структуры, в каком они количестве, как осуществляется кровоснабжение и как ты выйдешь оттуда, сохранив все или восстановив все эти вещи. То есть это задача уже следующего уровня. Поэтому я считаю, что это одна из самых сложных операций. Любая – это вторичная мамопластика, это вторичная ринопластика и это вторичная блефаропластика. Потому что я в основном делаю три операции. То есть я в основном делаю нос, грудь и глаза. И, соответственно, в основном мои интересы во вторичных операциях тоже касаются именно этих областей. И каждая из них по-своему сложна. И на данный момент процент моих вторичных операций – это где-то 20-25%. То есть, грубо говоря, каждый четвертый, каждый пятый человек, приходящий сюда ко мне на операции, они приходят уже на вторички. Я занимаюсь тем, что я постоянно решаю вот такие вот квестовые задачи. Это немножко более интересно, но с точки зрения результата от первичных гораздо легче добиваться оптимального результата. И вторички все, без исключения, все предупреждаются о том, что необходимость еще одной операции увеличивается в разы. То есть, если говорить о проценте коррекции после первичных операций, он в 4-5 раз меньше, чем после вторичных операций. Почему? Потому что, повторяю, структуры могут быть полностью разрушены, и восстановить эти структуры с одной операцией зачастую невозможно. Вот это главная проблема, пожалуй.